Это iPad mini второго поколения. Мой первый планшет, гаджет с которого начинался этот канал, именно с него я записывал экран своего устройства и делал первые ролики. И вообще, это гаджет, с которым я провел очень много времени. Но есть одна проблема. Ему уже 10 лет, он не обновляется, и пользоваться им практически невозможно. И я наконец-то обновился. На самый дешевый iPad, который только можно купить на сайте apple.com, и стоит он там 330 долларов, Это самый бюджетный, базовый iPad 9-го поколения 2021 года выпуска. И нам предстоит узнать, может ли быть самый дешевый iPad, самым лучшим iPad по цене и качеству. Зачем я его купил, для чего он мне нужен, и как я потратил на него всего 25 тысяч рублей. Итак, первый вопрос, это конечно же, откуда такая цена, и зачем я его вообще купил. На самом деле, причину я уже озвучил в начале, у меня был просто очень старый уже iPad mini 2-го поколения, и мне нужно было что-то новое. Покупать самый последний iPad неинтересно, ни вам, ни мне, потому что, ну понятно, что он классный. Именно поэтому я начал думать в сторону и бюджетных девайсов, и новых девайсов. И тут получилась такая странная закономерность. Если вы хотите купить реально годный iPad прошлых лет, то это, как правило, будет что-то, ну, очень старое. В ценовой категории до 25 тысяч рублей, из-за того, что этот iPad продается вообще за 330 долларов, там весь рынок просто схлопнулся, и iPad'ы стоят абсолютно каких-то необоснованных денег. Кошки, которому уже чуть ли не по 7 лет. iPad Pro 10,5 дюймов. iPad Pro 12,9 первый, который первого поколения 12,9 дюймов. iPad mini пятого поколения. Это все iPad'ы на железе, примерно как и этот iPad, и стоят они примерно как этот iPad, новый. Поэтому мною было принято решение протестировать самый бюджетный iPad, который Apple предлагает на своем веб-сайте. У меня версия Silver, всего цветовых версий две, это вот такой вот Silver, как у меня, и Space Gray. Как по мне, Silver намного интереснее, потому что Space Gray уже достал, и я много раз уже жаловался на него в ролике. У меня Mac Space Gray, поэтому, я думаю, достаточно его в моей жизни. Так вот, после того, как я определился с тем, что я хочу именно самый бюджетный iPad 2021 года девятого поколения, я начал смотреть, сколько он стоит сейчас в магазинах. В целом, цена даже ниже, чем та, которая предоставляется на сайте apple.com, если мы переводим ее по реальному текущему курсу, найти его сейчас вполне реально новым за 30 тысяч рублей. Но, как вы знаете, я люблю экономить вообще на всем, чем только можно сэкономить. И я решил поискать такой iPad на Авито. И, как оказалось, бюджетных девайсов, которые до сих пор на гарантии, которыми пользовались вообще пару раз в жизни, потому что людям его подарили, он им не нужен, их сливают дешевле на 2, 3, 4 или 5 тысяч рублей. Потому что устройство новое, он может быть полностью в чехлах, в пленках, с гарантией, но он просто людям по какой-то причине не нужен. И, в отличие от 12 мини, на которые я жаловался на количество перекупов, в нише iPad'ов нет вообще никаких перекупов. Он им просто не интересен. Таким образом, у меня оказался iPad 9-го поколения, на гарантии, которому всего пару месяцев, за 25 тысяч рублей. Единственная проблема 9-го поколения, это то, что минимальная память у него 64 гигабайта, а следующая память это 256 гигабайт, что, как бы, две крайности. И 64 сейчас мало, и доплачивать 100 долларов до 256, что-то не очень хочется. Поэтому я взял версию на 64 гигабайта. Интересно, хватит ли мне её, при том, что iPhone у меня на 128 гигабайт. Можно ли закачивать всякие фильмы на флешку и выживать таким образом, с такой памятью. Всё это я буду тестировать в ближайшие пару месяцев. Но в этом ролике я бы хотел зафиксировать свои первые впечатления, которые очень важны будут. И к ним интересно будет вернуться через пару месяцев в ролике про полный опыт использования. На самом деле, сколько бы я ни говорил о том, что использую iPad для чтения, подходит он для этого совсем не идеально. Проблем очень много. Начиная с IPS-экрана, от которого при длительном использовании могут болеть глаза, или даже вообще испортиться зрение. Заканчивая тем, что голубое свечение от экрана ухудшает качество сна, и вообще читать перед сном не рекомендуется. Помимо этого, iPad не так удобно брать с собой в транспорт, для него нужна сумка или рюкзак, а если читать со смартфона, мы получаем те же самые проблемы. Для тех, кто привык читать со смартфонов, но задумывался о том, чтобы сделать чтение более комфортным для глаз, есть отличное решение. Reader Onyx Books Can't. Соотношение сторон дисплея 2 к 1 позволило максимально приблизить внешний вид данного ридера к смартфону, сделать его корпус максимально компактным. Книга имеет экран с диагональю 6 и 13 дюйма, сделанный по технологии электронная бумага. И читать с такого дисплея так же комфортно, как со страниц обычной бумажной книги с качественной печатью. На экране ридера практически незаметны засветы фабликов, а встроенная подсветка позволяет с комфортом читать даже в темноте. Причем, благодаря отсутствию мерцания, даже при длительном чтении глаза не будут утомляться, как в случае с тем же iPad, например. Ридер имеет удобное сенсорное управление, привычное нам, как у смартфона. Можно листать страницы, масштабировать их и работать с различными настройками устройства. При чтении можно настраивать большое количество различных параметров текста, шрифт, его размер, интервалы, межсрочное расстояние и многое-многое другое. Можно скачивать книги из интернета и использовать различные книжные магазины, включая предустановленную программу Bookmade. 32 гигабайта встроенной памяти хватит для хранения всех нужных книг и документов. И здесь даже имеется возможность воспользоваться словарями, предустановленными прямо во время чтения. Также на устройстве можно прослушивать аудиокниги или воспользоваться функцией озвучивания текста Text-to-Speech. Поскольку Yink-экран очень энергоэффективный, проработать это устройство может до 4 недель с одной зарядки. А еще, используя Onyx Bookscant, можно существенно сэкономить на покупке бумажных книг, значительно, кстати, подорожавших в последнее время. Приобрести Onyx Bookscant можно на официальном сайте, а по промокоду FRIEND вы получите 5% скидку на покупку этой или любой другой модели от производителя. В общем-то, все ссылки и промокод будут в описании. Переходите и приобретайте этот универсальный мобильный девайс для тех, кто реально любит читать книги. Помните, в ролике про 14 iPhone мы с вами обсуждали стратегию продаж Apple и минимальный базовый iPad 9 — это как раз тот iPad, который по логике Apple должен отпугивать покупателей за его 330 долларов в большие рамки и так далее, чтобы пользователи покупали более дорогие девайсы. Многие боятся покупать именно этот iPad, потому что он выглядит олдово, кажется, что он стоит слишком дешево. Хотя на деле при реальном опыте использования может оказаться, что этого планшета вполне хватает и не нужно переплачивать за какие-то более дорогие модели, в том числе iPad 10, где просто другой дизайн, но функционально это тот же планшет. Итак, в комплекте. Мне достался полный комплект, то есть это коробка, это сам планшет. Планшет в пленке, ее наклеивали, когда его покупали, это есть на чеке. Эта пленка стоила 3000 рублей, боже, как дорого. Хорошо, что она есть и есть с покупки, потому что это значит, что под ней экран полностью новый. Вместе с iPad'ом тут еще в комплекте идет провод USB Type-C на Lite, американский штекер зарядки, при том, что планшет был куплен в Вальдорадо, это для уточнения просто типа официальный реселлер, но поскольку Apple уже официально не представлено на нашем рынке, это серое устройство, ввезенное, как я понимаю, из Америки. По-моему, Америки, судя по... Ну да, судя по розетке, это американская версия. iPad опять же с покупки использовался полностью в чехле. Блин, сейчас достать еще этот чехол. Чехол выглядит немножечко кринжовенько, я его буду менять, скорее всего, на что-то более интересное. Но сам факт, то что iPad полностью чистый, никаких ни вмятин, ни царапин и так далее, к нему, то есть, относились аккуратно и с заботой, если так можно сказать об iPad'е. Также в комплекте шла вилка с американской на европейскую, Bluetooth-клавиатура, которую я постараюсь продать за несколько сотен рублей на Авито, надеюсь, что у меня это получится, потому что мне не нужна она. И чек о покупке этого iPad'а, и это самая важная вещь в комплекте, потому что этот iPad был куплен 29 декабря 2022 года, а это значит, что на него распространяется гарантия еще до конца этого года, еще порядка 5-4, 4, наверное, да, месяцев у меня есть, чтобы в случае чего отремонтировать его по гарантии. И, в общем, купить планшет с таким набором, мне кажется, это идеально, тем более по скидке в 5000 рублей в сравнении с, если купать его новым. Я также проверял аккумуляторы, большая проблема iPad'ов это то, что у них нельзя проверять аккумулятор в настройках, я подключал его к Mac'у, запускал Coconut Battery, и здесь 99,5% емкости аккумулятора, то есть он изношен всего лишь на 0,5%. Когда я его покупал, очень важно, я проверил, конечно же, работу камеры, работу полностью сенсора, то есть взял какое-нибудь приложение и полностью его покрутил по экрану, по всем зонам, проверил работу микрофона на записи видео, работу динамика, заряжается или не заряжается от зарядки, и работу Touch ID. В целом, больше у iPad'а ничего проверять не нужно, в этом плане проверять его намного проще, чем iPhone, например. Я обязательно к этому iPad'у буду покупать новый чехол, и в ролике про опыт использования полный этого iPad'а мы с вами обсудим, какие бывают чехлы для этого iPad'а, насколько они могут быть функциональными, какие нужно брать, и опять же, я куплю себе Apple Pencil оригинальный, для того, чтобы протестировать его, опять же, на этом планшете, поэтому сравним Apple Pencil первого и второго поколения, насколько вообще имеет смысл доплачивать до прошлого, где есть второе поколение, и нужно ли вообще, в принципе, покупать Apple Pencil. Первые впечатления от этого iPad'а были такие, что ничего за 10 лет вообще не поменялось. То есть, по факту, на самом деле, это iPad Air, который выходил в 2013 году, вместе с моим миником второго поколения, это, по сути, был один планшет, просто миник поменьше, был на том же железе. Тот же ретинный экран, та же кнопка, тот же дизайн, ну, кажется, что это абсолютно планшет из 2013 года. Хотя он не выглядит так уж плохо, он не толстый, он достаточно тонкий, он выглядит нормально для текущего времени. Это удивительно, как Apple удалось в 2013 году сделать планшет, который до сих пор выглядит, как бы, обычно, ну, нормально. Но изменения тут все-таки есть. Во-первых, убрали рычажок переключения в беззвучный режим, и вы скажете, что эта штука абсолютно не нужна была iPad'у, а вот и нет. Я ее постоянно использовал на мини второго поколения, потому что переключение в беззвучный режим можно поменять на блокировку ориентации, что для iPad'а довольно актуально, и теперь это придется делать через Control Center. Рамки за это время стали чуть-чуть потоньше, Touch ID, в конце концов, появился еще в iPad'е Air'е второго поколения. И после первого впечатления я специально позвал Кирилла, он сейчас приехал временно из Германии в Россию, и принес свою максимальную прошку на M.2 процессоре, для того, чтобы мы ее сравнили. И вы знаете, при том, что ничего не поменялось за 10 лет, этот планшет выглядит в целом так же нормально. Ключевая разница — это мини-лет экран у прошки против IPS-экрана у iPad'а 9-го поколения, и воздушная прослойка, которая есть у iPad'а 9-го поколения, которой нет уже на прошках. Это, безусловно, ощущается при просмотре фильмов дома. Комфорта просмотра какого-либо видеоконтента на этом планшете намного меньше, чем на прошке. Здесь, опять же, нет стереодинамиков, и ты это чувствуешь сразу же, как только включаешь на нем звук. Из-за того, что площадь планшета большая, у тебя звук только с правой стороны, и ты уже к этому не привык, потому что стереодинамики есть уже даже на айфонах. У мини-лет экрана нету таких засветов на черном, но есть одно но. Это касается все только просмотра видеоконтента в комфорте. Во всех остальных задачах, когда ты используешь этот планшет реально как именно рабочую машинку, ты разницу в комфорте не замечаешь, а самое главное разницу в целую тысячу долларов. Мы специально вышли из прошки с девятым поколением на улицу, и на улице на максимальной яркости ты вообще забываешь о том, что здесь есть воздушная прослойка, и вообще забываешь о том, что здесь есть динамики, ты же не фильм вышел посмотреть. Ты вообще забываешь о том, что здесь камера хуже, потому что, ну, на iPad никто ничего не снимает. Да даже при том, что максимальная яркость у iPad 9-го поколения намного ниже, чем у прошки, эта разница так уж явно не чувствовалась. Ладно, на самом деле я не хочу сказать, что iPad нужно использовать обязательно всегда на улице и при солнечном свете. Как раз такой сценарий использования маловероятный. Я просто хочу сказать, что если вам нужен iPad для конкретной задачи, кроме просмотра видео, то для большинства этих задач в любых условиях вам хватит обычного iPad. И только если главная ваша цель это смотреть с планшета фильмы, стереозвуки с крутым динамическим диапазоном, только тогда имеет смысл доплачивать до прошки. Но я думаю, что, наверное, у вас есть вообще телевизор дома какой-нибудь. А большинство видеоконтента вы вообще, наверное, в наушниках смотрите. Открыть браузер, поработать с текстом, сделать какую-то легкую обработку фотографии. Это все прекрасно и без проблем выполняется на обоих устройствах. По первым впечатлениям, этого планшета хватает. Но опять же, учитывайте то, что я перешел со старого iPad, и вполне возможно, что через пару месяцев у меня появятся потребности в комфорте, потребность в улучшенном экране, в улучшенной камере, в улучшенных динамиках. И все это я хочу на себе протестировать за эти пару месяцев. Вводя итог, хочу сказать, что iPad это реально гаджет, которого мне не хватало последние годы. На самом деле, многие даже не догадываются, что им нужен iPad, а он им оказывается нужен. Это ультимативный гаджет, который можно использовать для редактирования текста, для работы в браузере, для работы с Apple Pencil, Photoshop и других графических редакторов. Браузер, просмотр роликов, внешний дисплей, удаленный дисплей для компьютера, гейминг, мобильный и немобильный, предпросмотр с камеры, например. Его можно использовать как целый видеомонитор для моей камеры. Или вообще приспособить его как внешний монитор и одновременно веб-камеры для ПК. В общем, сценариев использования огромное количество. Поэтому в ближайшие несколько месяцев я буду тестировать его на полную катушку, для того, чтобы понять, зачем и кому нужен базовый iPad.